Церковь иконы Божией Матери Неополимая Купина в городе на Неве отметила престольный праздник. В гарнизонном храме петербургских спасателей служащие МЧС молились об обретении надежной духовной опоры в профессиональной деятельности. Пресвятая Богородица в ее образе Неополимая Купина почитается как заступница при пожарах небесная покровительница огнеборцев. Для увековечения памяти пожарных погибших при исполнении служебного долга осенью 2001 года в Санкт-Петербургском гарнизоне пожарной охраны было принято решение построить часовню во имя иконы Пресвятой Богородицы Неополимая Купина. Место для строительства территории 11-й пожарной части Калининского района Петербурга было выбрано не случайно 23 февраля 1991 года. При тушении пожара в гостинице «Ленинград» погиб весь боевой расчет караула этой части. Во все времена огнеборцы почитали христианские святыни, и в дореволюционной России у пожарных был свой девиз «Богу хвала, ближнему защита». Крестный ход прошел вокруг храма и пожарной части, где расположен мемориальный комплекс пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Здесь у мемориала прошло торжественное мероприятие, в рамках которого отслужена панихида по сотрудникам погибшим при исполнении служебного долга. Главным инициатором строительства храма и идейным вдохновителем стал бывший начальник управления пожарной охраны Ленинграда Леонид Иванович Исаченко. Настоятель храма, протерей Георгий Сычев, до рукоположения тоже был пожарным и по своей прежней службе имеет чин полковника МЧС. «Моя просьба, мой призыв и еще раз вам сказать, что вы сделаете все для жизни своих близких, потому что вера – это наше спасение, вера – это наша победа. Поздравляю вас с сегодняшним храмовым праздником неополимых вина. Спасибо за внимание». «Храм, в котором мы сейчас находимся, в котором мы сегодня молились, на территории которого служили панихиду по нашим огнеборцам, которые шагнули в бессмертии, появился после подвига наших огнеборцев, после подвига их на гостиный град, когда весь караул шагнул в бессмертии. «Ребята в полном мандировании выехали, чтобы спасти людей. Благодаря их подвигу мы сейчас находимся в этом прекрасном месте, где находятся и храм, и свеча памяти, и эти все таблички, где написаны имена, фамилии, отчества всех пожарных, которые еще выполнили свой долг во время Великой Отечественной войны, спасая, охраняя нас, город, от пожаров». «Тысячи имен пожарных, отдавших свою жизнь, спасая других, высеченные на гранитных досках мемориала, и всегда горит огонь в свече памяти, неугасимой лампаде нашей благодарной памяти».